Россия, мы дети твои, Россия, нужны для твоих глазах. Команды участниц эстафеты построились в большом зале спорткомплекса «Алимп». Это сотрудники районной администрации, городской, представители Союза казачьей молодежи, Совета молодых депутатов, Молодой гвардии и Управления образования. Всех их объединяет желание победить в соревнованиях, ведь эта эстафета посвящена юбилею Конституции. Перед стартом прозвучали поздравления от главы района и депутата ЗСК. Игорь Чигаев рассказал, почему праздник получил спортивную окраску. Как Конституция дает фундамент жизни государства, все на Магимарке, так спорт дает каждому из нас фундамент для жизни профессиональной, личной. Потому что если мы крепкие, если мы здоровые, тогда мы успеем и на работе, и дома, и родителям помочь, и много-много других сделать. А если, не дай Бог, нет крепкого физического здоровья, тогда и работа не в радость, и другие добрые, позитивные дела, они не будут приносить ни радости, ни возможности этим заниматься. Поэтому я всех жителей Латвейского района призываю быть одним из самых мощных, сильных коллективов, команд, мусполитетов в нашем крае. И для этого у нас, уважаемые друзья, есть все возможности. Сегодня действительно всенародный праздник, юбилей Конституции Российской Федерации. Конституция сохранила все социальные гарантии для граждан Российской Федерации. И хочу сказать, что Краснодарский край является одним из самых развивающихся регионов России. Мы успешно решаем вопросы по образованию, по здравоохранению, развитию физкультуры и спорта. Эстафета объединяет. Каждый участник соревнований прошел одинаковые испытания. Разница лишь в том, что мужчины подтягивались на перекладине, а девушки прыгали на скакалке. Все это на время, под крики болельщиков. Поддержка на трибунах тоже достойна. Шесть команд распределили по две. Конечно же, многим было интересно посмотреть, как пройдет испытание глава района. На эстафете он капитан команды. Известно, что Игорь Чигаев занимается спортом, и это очевидно. В прохождении заданий он обогнал соперника. Также за короткое время поднялся на перекладине. Судьи фиксировали все испытания в протоколе. И пока велся подсчет очков, зрители и команда наслаждались выступлением лобинских артистов. И вот результат спортивного дня. Было приятно смотреть, что все-таки наши работы, наши муниципальные образования в лобинских районах дружат со спортом. Третье место у команды городской администрации. Второй занял союз казачьей молодежи на первом команде администрации лобинского района. Капитанам вручили кубки, каждому участнику грамоты и брошюре основного закона государства. Проигравших не было, но победили сильнейшие. Мы участвовали активно в эстафетах, получили море положительных эмоций. Поздравляю команду победителей. Они достойно прошли эстафету. Поздравляю всех жителей Лобинска, Лобинского района с таким праздником, с Днем Конституции. Глава района доказал, что сплотил сильную команду, которая действительно достойно выступила, с чем и принимает поздравления. После эстафеты Игорь Чегаев поздравил всех жителей с юбилеем Конституции. 12 декабря исполнилось 25 лет со дня принятия основного закона страны. В первую очередь хотелось бы поздравить всех наших жителей Лобинского района с 25-летним юбилеем Конституции Российской Федерации. Как я и сказал вначале, что это в судаме всего государства, на основе которой строятся все законы, все нормативные акты, вся социальная сфера, все, что у нас в государстве происходит. Мы вместе с всей командой подумали о том, как бы нам в районе провести этот праздник, чтобы подчеркнуть значимость Конституции, подчеркнуть основы жизни, основы нашего государства. В то же время провести его с хорошим азартом, с отличным настроением, используя для дела. И вот вместе пришли мнения, что нужная Конституция, она объединяет всю страну, и нам нужно провести объединяющие мероприятия. Мне кажется, ничто так не объединяет, как спортивные, хорошие, честные, такие азартные мероприятия. И мы сегодня провели отличную спортивную гаду, и были молодые депутаты, и союз казачьей молодежи, и управление образования, администрация района. То есть мы показали, что мы вместе провели отличные соревнования, на котором были подведены итоги, и видно по глазам, по настроению людей, что у нас мероприятие это удалось. То есть я уверен, мы будем ставить задачу перед собой, что мы не только в спорте были первые, не только в разных таких ярких, интересных мероприятиях. Мы должны стремиться, чтобы быть во всем первым, и в экономике, и в благоустройстве, и привлечении инвестиций, и в здравоохранении. И для этого у нас есть все шансы. Есть шикарное, отличное боевое население, есть поддержка нашего губернатора, Евгения Ивановича Кондратьева, все администрации края, ЗАГС, собрания. И так, дружно, с хорошим настроением, с отличной физической подготовкой, мы обязательно будем двигаться дальше вперед.